Давайте обобщим наши выводы Фактически вы утверждаете, что у вас в голове живет маленький человек, который постоянно ругается, верно? Да, так и есть, он у меня всегда был, и он сильно любит материться Мало что сам матерится, он и меня провоцирует К примеру, недавно я был на свадьбе, что вы думаете, как увидел невесту, сразу стал ее материть А я ему говорю, слушай, угомонись, себя не жалеешь, хоть меня пожалей Ты меня опозоришь? Короче, столько матерился, что и я тоже стал ее материть И еще один случай Я три года, как хочу устроиться на работу, и никак не получается Куда бы я ни пошел, все отказывают Под конец решил помочь дяде, он позвонил своему другу, тот согласился, и на следующий день я пошел к нему на прием Этот, как увидел шефа, сразу стал его материть Так долго матерился, что я не выдержал и стал его материть И материл, 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 и из-за этого человека я остался без работы Ну что мне сейчас делать, а? Помогите мне, пожалуйста Хочу вас обрадовать, у вашей болезни есть простое лечение Кстати, данный метод лечения запатентован мною Единственный недостаток лечения – его финансовая сторона Сколько, скажите? Пять тысяч долларов Сколько? Пять тысяч американских долларов Доктор, а вы знаете, что сейчас говорит маленький человек? Почему ты внушил себе, что ты болен? Вот пришли в больницу, стал анализы Придет ответ и увидишь, что ты здоров как бык, а то болен, болен У меня постоянно болит желудок Мой желудок тоже все время болит Ночью голова раскалывается Ночью у меня тоже голова раскалывается Ногу все время сводит У меня тоже все время ногу сводит Может быть, ты тоже болен? Наверное, мне тоже нужно сдать анализы Молодой человек, я дам тебе добрый совет Идешь домой, наливаешь граненый стакан водки Добавляешь перец и залпом выпиваешь Разве это поможет? Ты еще спрашиваешь? Твою родному брату было плохо В то утро я добавил перец и водку Дал ему выпить, а сейчас он работает министром в Саратове Да какой толк? От водки с перцем Наверное, несут результаты моих анализов Так, чьи это анализы? Кто Петросян Самбел? Это я Ага Какой у вас рост? Метр семьдесят пять Метр семьдесят пять Хорошо Доктор, не скажете, как у меня там с анализами? Я не доктор Я плотник Гробы делаю Наверное, водки с перцем выпью Не впадайте в стресс по каждому пустяку Я вас уверяю, в этом месяце цены на недвижимость не поднимутся Можете мне поверить, я врач с большим опытом Ладно, все, успехов вам По поводу вас звонили? Нет Вы, наверное, тот, у кого проблемы с кровью, да? Нет Вы новый пациент? Да Ну, рассказывайте, что вас тревожит Сейчас у меня очень тяжелый период Жена мне изменяет Ну и что из этого? Многим жены изменяют Это же не повод доводить себя до такого состояния Ну, честные слова Кроме того, мой сын всегда попадает в разные передряги Дружит не с теми Всегда ходит с пистолетом Угрожает людям А вчера пришел пьяный Наставил на нас дуло И сказал, что застрелит нас А чего вы хотите? Он же парень Не играть же ему в куклы А на слова не обращайте внимания Он же никого не застрелил Это же не повод доводить себя до такого состояния Есть еще какие-то причины? На нервной почве По ночам Я Хожу под себя Это как? Во время сна Мочусь в постель Это серьезная проблема С этим надо бороться Причина По которой вы ночью мочитесь в постель Это большой нервный стресс Поэтому я вам назначу два антидепрессанта Сначала избавимся от стресса А со временем перестанете мочиться Пожалуйста Два раза в день после еды И приходите через неделю Посмотрим, какой будет результат Ну откуда мне было знать, что цены на недвижимость поднимутся? Я все-таки врач, а не брокер Ну Ладно, не нервничайте Эту сумму я вам отдам Все По поводу вас звонили? Да А вы, наверное, тот, у кого проблемы с кровью, да? Неа А кто вы? Ну, я тот, кому изменяет жена А сын устраивает дебоши А, да, да, вспомнил Но у вас цветущий вид Наверное, вам помогли антидепрессанты? А жена вам все еще изменяет, да? Изменяет Ну и что из этого? Многим же жены изменяют А сын эти дебоши? Особо ничего не поменялось Весь в передрягах В дебошах Но ничего Повзрослеет Поумнеет И он же просто бросается словами И никого не убивает Действительно А мочиться в постель по ночам Я надеюсь, вы и перестали? Не Все осталось Ну и это не проблема Как не проблема? Потому что до утра все высыхает Что-то у меня И спина разболелась Потерпи немного Сейчас лекарства выпьешь Все пройдет Значит так Доктор сказал Эти перед едой Эти после еды Эти перед тем, как сходить в туалет А эти после туалета А эти А эти вроде в самом туалете А эти Забыл и не помню для чего Свечи А ты сам не помнишь? Нет, не помню Ну, наверное, сейчас надо выпить Ты уверен? Нет Пока у врача не спросим Ничего делать не будем Ну, тогда завтра с утра Ему позвоню и узнаю Какое там утро? Не помнишь, он сам сказал Что мы припоздали Лекарства надо пить уже сегодня Позвони ему прямо сейчас Узнай, что делать Ты в своем уме? В такое время? Второй час ночи Ничего, он доктор А мы больные, престарелые люди Которым нужна помощь Давай, звони Звони Я же тебе говорю Второй час ночи Он спит Рассердится Не рассердится, звони Ага Прилепилось, как липучка Мы же должны знать Алло Доброй ночи Попросите доктора Петросяна Доктор Петросян Это Рафик, ваш пациент Звоню вам по поводу лекарств Я помню, как принимать все лекарства Кроме свечей Скажите Что мне с ними делать Что делать? Женщина Я же говорил, что уже поздно Лучше не звонить Вот он Рассердился Обругал Как обругал? Ну-ка позвони еще Я ему сейчас покажу